В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-иллюстративная выставка «Волшебный мир Пушкина». Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Волшебный мир Пушкина мы погружаемся с детства. Начиная от сказки, услышанной ранним детстве, и херестоматильности сочинений в начальной школе, литературное творчество поэта сопровождает нас всю жизнь. И каждое поколение открывает новые красоты в глубины пушкинской прозы и лирики. Произведения поэта стали нещерпаемым источником вдохновения для многих композиторов. Ярко выраженный мелодизм стиха легко ложился на музыку. В 20-30-е годы 19 века Пушкин создал цикл сказок, в котором обращались многие русские композиторы. Пушкин-сказочник первым отзывался в оперном творчестве Михаила Глинки. Опера Руслана Людмилы, написанная на юношескую поэму Пушкина, стала настоящим шедевром русского оперного искусства. И, кстати, Глинка же написала 10 романсов на стихи Пушкина. Поэт вдохновил замечательного колориста римского Корсакова на написание оперы-сказка о царе Салтане «Золотой петушок». Клавиры, грамзапись этих опер, а также мюзикл, сказания по переработнике его балде на выставке. Волшебный мир поэзии Пушкина отразился в ранних романтических поэмах, тексты которых легли в основу многих оперных и балетных спектаклей. Представлен балет «Бахтитовирайский фонтан» Асафьева. К творчеству Пушкина обращались многие русские композиторы. Среди них Таргамышский, написавший «Русалку» и «Каменную гость», Рахманинов с его операми «Скопы и рыцарь» и «Олега». Выставку дополняет исследование роли музыки в творчестве Пушкина и сборник его сказок и драматических произведений. Рахманинов с его словом «Русалка» и «Олега». Рахманинов с его «Скопы и рыцарь» и «Скопы и рыцарь» и «Скопы»